Добрый вечер, любимые! Добрый воскресный дивноморский вечер! Чем я занимаюсь? Я вот притащила пледики такой и такой Юльки застелила. Юлька пошла на рыбалку, подушечку на оболочку поменяла, простынь себе вчера все поменяла и притащила тоже себе пледики вот такие мягенькие. Они еще были немножко сыроватые, я их повесила, чтобы они просохли и пошел дождь, они вообще мокрые стали. Видите, ручка мокрая. Сегодня у нас с вами 23 мая 2021 года, воскресенье, луна в весах. Именинники сегодня Василий и Таисия. Поздравляю всех Василиев и всех Таисий. Идет дождик, я что не захотела идти на море сегодня, помылась и сижу, как говорится, в небольшом офиге. А потом начала за всем этим наблюдать, что происходит, и поняла. Потом расскажу вам. А сейчас покажу вам, что я купила в магните. Купила бородинский хлеб, помидорчики, кетчуп, соевый соус, потом толстолобика, потом еще толстолобика, сливочное масло и кильку. Буду с макаронами, наверное. Ну и еще толстолобика. Молоко. Юлька любит, я нет. Горох, сахар, макароны, гречку и рис. Вы знаете, что на все вот это... А, нет, лгу. Еще воду. На все это я потратила... Сколько бы вы сказали? Пауза. В Питере я это все купила бы, наверное, рублей за 500. А здесь потратила ровно 900. Я пошла с тысячей, и у меня осталось 100 рублей. Вот. Потом я это все купила и сижу, все тут вот выложила на диванчик. Сейчас буду в холодильник ставить там или куда-то. Сижу и думаю, нахрена я это все накупила? Я же... Вот ум, правда, знаете, вот это вот запасаться, как хомяки, и страх, что ты будешь кушать завтра, и так далее, и так далее, и так далее. Потому что деньги мои мне не платят, как положено. Ну, как мы договаривались. Мы договаривались, что каждый день вот мы отработаем, и нам будут вечером пересылать на карту. Так не происходит, потому что начальница приехала вчера и сказала, что у нее так не получается пока, она пытается там что-то где-то выкроить, и что-то, я не понимаю, почему за нас счет. Ну, ладно. Наверное, я чересчур свободная для горничной, я это понимаю. И она не может вставить ни меня, ни Юлю. Она привыкла, что у нее вот девочки горничные, это те, которые вот делают сделай вот это. Она идет, делает, сделай вот это беспрекословно. А я, например, говорю, ну, вот это вот сейчас абсурдно, зачем сейчас вешать белье, если дождь, завтра на солнышке и повесим, потому что оно здесь отсыреет и так далее. Ну, у меня идет разумное какое-то мышление, и я пытаюсь как-то, ну, как она говорила, что инициатива приветствуется, я пытаюсь как-то что-то делать с умом, а не ИБДшничать. Не ИБД, это имитация бурной деятельности. Я просто беру что-то и добросовестно делаю. Например, если я мою кабинет, то я, ну, этот, как его называют, не кабинет, это номер, то я его делаю добросовестно как для себя, как бы я пришла и как бы мне было приятно, чтобы вот так вот обои вот так не были бы отклеены и вот так вот, и чтобы нигде не было пыли, и чтобы все было чистенько и так далее, и так далее. Вот. У меня нет такого, как вот есть девочки. Я не буду говорить конкретно там что-то и кто-то, но я вот видела я раньше тоже работала и в Питере, и в Москве, и много где есть девочки, что те, которые делают вот видимые какие-то места, отодвинь кровать, например, а там целые кловки. Ладно, не хочу об этом. У меня нет уже давно какой-то конкурентности, я не хочу никого подсидеть, я не хочу ни на кого что-то наговаривать, что-то переговаривать, что-то сплетничать. И вот девочки, они конкретно не могут вставить нас, ни меня, ни Юлю. Вот эти вот администраторы, или как они там называются, две девочки, они на нас смотрят и не могут понять, они даже не могут нам конкретно дать задание, понимаете? Например, вот наш работодатель прямой, она дает задание администратору, говорит, так, сегодня девочки пусть сделают это, 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 понимаете? Ну, например, покрасят нашу там комнату, я ее, кстати, покрасила вчера, я вам не показывала, сейчас пойдем покажу, покрасить комнату, собрать бычки вокруг отеля, сигареты, которые там курят и скидывают туда прям все вокруг всего отеля, мы собрали сегодня, ну, не об этом речь, еще что-то, еще что-то, и администратор, она стесняется нам это говорить, потому что она проваливается возле нас, она чувствует, что не она наша начальница, а мы ее начальники, понимаете? Ну, во-первых, она моложе, например, ну, меня, по крайней мере, точно, во-вторых, она проваливается в какой-то мудрости, в какой-то там, в чем-то еще, в элементарном себялюбии, еще в чем-то, еще в чем-то, и она хочет как-то, как за счет нас, всплыть, что ли, в своих глазах, и она начинает говорить какие-то вещи нашему работодателю, ну, своей непосредственной, тоже начальнице, о нас, те, которых нет, то есть, неправду. Например, она говорит, девочки не хотят выполнять то, что я им задаю, потом она нам звонит, работодатель, говорит, девочки, а что это такое, вот вам сказала она делать то-то, то-то, то-то администратор, а вы отказываетесь, или, например, место, где вы должны жить, не в номере, был у нас договор, когда начнется этот самый сезон, вы переедете на первый этаж, а вы отказываетесь, я говорю, ну, во-первых, во-первых, никто не отказывался, мы сказали администратору, что, естественно, нам не нравится, и непонятно, кому там понравится, я вам показывала, там маленькое окошко, во-первых, во-вторых, нет ни холодильника, ни тумбочек, где оставить свои вещи, ни чего вообще, две кровати, понимаете, как для рабов, вот правда, как заходишь в этот самый, или как в тюрьме где-то, ну, ладно, не будем, и там все белье, мы должны во всем этом жить, где подушки, где все эти перья, где все это гладится, где все это стирается, где, ну, в общем, мы живем в технической зоне, там, где все убирается, вся, как говорится, там, со всего отеля, вся грязь там, вся энергетика там, от всех людей, все самое, понимаете, о чем я говорю? Но мы не говорили, что мы отказываемся, мы говорили, что мы хотели бы остаться в отеле, мы поделились этим с администратором, ну, потому что у нас довольно-таки, ну, как приятельские, что ли, уже отношения нету, как будто, какой-то там, не знаю, пропасти или чего-то вообще не было. А оказывается, она нам сказала, что хотите, я поговорю с этой, с работодателем. Мы говорим, ну, почему нет, поговори, да, не хотелось бы тут жить, тем более, она нам сказала, администратор, что там такие тараканы бегают огромные, из потолка течет вода, и весь, все там сырость, и все там, это самое, в общем, не условия для жизни, вот, недоброжелательные условия, в общем. И мы говорим, ну, а что нет, ну, поговори. И она нам устроила такую медвежью услугу, понимаете, короче, простым языком она нас подставила, она говорит работодателю, девочки отказываются там жить, не то, что они хотели бы, или не хотели бы, или там что-то им, там это самое, она говорит конкретно, они отказываются, она нам звонит, говорит, а что за фигня, вы когда пришли устраиваться, я вам показала, вы сказали, да, конечно, она сказала, ну, пока можете пожить в номере, в номере, конечно же, лучше. И вы согласились, а теперь вы отказываетесь. Мы говорим, упс, никто не отказывается. Во-вторых, вы не выполняли, и она сказала, представляете, что мы не выполняем ее указаний, где мы не выполняем. Мы за три дня вымыли четырехэтажный отель, где 40 номеров, где первый этаж, где кухня, где наше место, там, которое должно быть. Вокруг отеля все понамывали, все поначищали, абсолютно весь отель. Сюда входят и окна, и все коридоры, все лестницы, все понамывали, абсолютно все окна и в коридорах, и на лестницах, и везде. И говорить такое, что мы не согласны, а каким образом тогда мы вдвоем помыли весь отель, а теперь собираются привезти третью девочку. Почему тогда нам... А говорили, что будут три горничных изначально, понимаете? Почему тогда нам не платят за троих девочек? Да и наших не платят, потому что говорят, сейчас еще не сезон, и мы много тратим там на что-то, на ремонт отеля, на еще что-то, на еще что-то. Но это абсолютно не наше дело. Мы работники, мы пришли, мы не лезем же в вашу прибыль, мы пришли и делаем свою работу, и мы хотим за работу получать свои деньги, и все. Такой был договор. И мы спросили, можете ли вы нам платить, например, раз в неделю, или каждый день, или так, вы сказали, да, конечно, без проблем. А сейчас вы говорите, что такой возможности нет, а только, когда начнется сезон. Но мы уже и чувствуем, что какое-то чуть ли не кидалово, потому что это неправда. Если вы дали слово, это ваше дело. Откуда изымать? Не из моей же зарплаты вы будете покупать лампочки там для отеля или еще чего-то, или еще чего-то. Я не подписывалась входить с вами в долю. Я устроилась горничной. Будьте добры. Чего упал? Не знаю. Будьте добры выполнять. Да, у нас не подписывали ни договора, нифига, естественно. Но у нас есть словесный договор, а он иногда важнее любых бумажек. По крайней мере, для меня так. Я, если дала слово, я держу и делаю это, я давно бы свалила в какой-нибудь другой отель. Мне очень много предлагают всего и с пропитанием, и с жильем выделяют номер, и зарплата больше, и так далее. Но я не могу, я уже дала слово, что буду здесь, и так далее. Получается, я как дурочка какая-то, я держу свое слово, а на меня кто угодно может навести на клеп. Понимаете? И где, какое есть основание, мне не верить, например, только в том, что она эту администратору знает, и она с ней в прошлом году тоже работала, и еще что-то. Ну, вот по результатам смотреть. Выполнено все, весь отель чистый, дальше. Мы отработали здесь неделю, вы нам не платите за эту неделю, так как у вас вроде как там чего-то, какие-то накладки или что-то, но это ваше дело, ладно. Мы сказали, хорошо, мы подождем. Теперь начинаются какие-то не эти самые непонятки. что-то там сказали сделать, не сделали, хотя это неправда, все, что говорится, мы делаем. Потом администратор говорит, там надо еще что-то покрасить, ну, естественно, что вы не маляры, не должны этого делать. Короче, она нам не дает задание, а она рассуждает, разговаривает сама с собой, как будто боится нам задание. Она чувствует себя возле нас, как будто мы ее начальницы, а не она наша, понимаете? Или она нам говорит, вы не должны разговаривать с соседями. Я говорю, не поняла сейчас администратору, ну-ка, поясни. Она говорит, ну, вот зачем вы разговариваете там с соседями? Я говорю, ну, мы разберемся, с кем нам разговаривать и так далее. Она говорит, ну, мы работники, и вы должны, я говорю, мы должны выполнять свою работу. когда мы ее выполнили, мы уже не работники, мы люди, свободные человеки. Мы разговариваем, имеем право разговаривать с кем угодно, мы нигде ничего не подписывали, чтобы не разговаривать, например, с соседями или еще что-то. Мы нигде не ставили печать, что мы не должны, я не знаю, здороваться, например, с соседкой или там шутить с каким-то ребенком или где-то там не ходить в столовую в эту, а ходить вот именно в эту или еще что за фигня. Да мы разберемся, с кем нам разговаривать, куда нам ходить и что надо делать, понимаете? И тут же она говорит, я говорю, в смысле, ты о чем вообще? Она говорит, ну да, я что-то не то говорю. Ну, короче, такое чувство человек вообще, как будто мы взрываем с Юлькой матрицу, понимаете? и она не может нас вставить, вообще не понимает, что происходит. И несколько раз меня спрашивала, а почему ты горничная пришла, почему не администратором или хозяйкой отеля, почему не пришла, почему именно горничная? Я говорю, ну мне удобно, полдня работаю, полдня я иду на море, я снимаю или пишу что-то, или еще что-то, я свободный человек, почему нет? Она говорит, ну как-то, понимаете, у нее вот хозяйка отеля, это, ну все вставлено очень, хозяйка отеля, это вот личность, для меня, например, вообще нет личности, для меня, что хозяйка отеля, что там бомж на углу сидит, для меня одна и та же душа, я и с тем здороваюсь, и с ней здороваюсь, и его очень рада видеть, понимаете, и желаю ему счастья и всего, и ей точно так же она ничем не круче его или он ничем не хуже ее и так далее, а для нее вот есть такие вот планки, вот это начальник, вот это ее непосредственная начальница, вот это администратор, а вот это горничный, а вот это вот, и вот мы для нее вообще не вписываемся в горничных, она не может понять, почему мы вообще пришли ими работать, и когда ей объясняешь, она так смотрит, вообще не понимает, она говорит, моей сестре 40 лет, но я ее все отговариваю, зачем ей горничные, это же, я говорю, это что, по-моему, любой труд прекрасен, она такая, да, ну да, ой, не знаю, ну короче, все, у нее идет сбой, понимаете, сбой всех программ, и она начинает какую-то фигню там, то на нас что-то гонит этой, нашему работодателю, то что-то там мутит, то что-то там боится нам какие-то задания давать, то еще что-то, потом, ну короче, и я потом говорю этой работодателю, давайте вы приедете, и мы будем на месте все разбираться, вы сами смотрите, она вчера приехала, говорит, девочки, все замечательно, вы умницы, мне все очень нравится, все очень чистенько, все очень прекрасно, а сейчас вы говорите, что мы не выполняем какие-то задания, там требования администратора, как это клеится, если у нас все чисто, все сделано, она вам позвонила, сказала, что все уже доубирали, все готово, вам просто нас невыгодно уже держать, так дайте нам тогда выходные, мы неделю отдохнем перед сезоном там или что-то, и вы нам не будете платить за эту неделю, или как-нибудь тогда просто объясните нам, зачем говорить какие-то вещи не существующие, что мы не соглашаемся что-то делать, или что-то не выполняем, или так, ну и так далее, в общем, такое что-то происходит нездоровое, ну, поделилась, зачем, непонятно, ну, с кем-то же надо, Юлька говорит, да забей, ну, наверное, надо мне уже учиться отпускать, потому что я очень всегда так ко всему отношусь очень трепетно, и очень так, и мне никого не хочется обидеть, вот это вот фишка такая неправильная тоже, желание быть удобной, у меня в Ливане такая же фигня была, я там сколько лет работала в магазине мужа, и всегда боялась там попросить у него там, например, 10 рублей, чтобы купить шоколадку ребенку, или еще что-нибудь, боялась там, чтобы неудобства какие-то вот создать ему, или еще что-то, какая-то такая фигня, я вот с ней никак не могу справиться, но вот с вашей помощью проговариваю что-то, вам, делюсь с вами, и по-моему, мне все так приходит в норму, люблю вас, мои родные, спасибо, что вы есть, всем волшебного вечера, спасибо, 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 Продолжение следует...